Всем привет! Я сейчас встретилась с Любой. Привет всем! Да, мы с ней как-то вместе работали в молодежной организации Айсек. Видео там обо мне, еще несколько упоминала об этом времени, о моей студенческой жизни. Да, и Люба, кстати, сейчас живет в Малайзии. Да, и она замужем за мусульманина. Вот, так что сейчас, пользуясь случаем, тем, что мы встретились, решили записать видео о восточных мужчинах, так как любой у нас эксперт знает все на личном опыте. Так что мы решили снять видео о том, чем отличаются восточные мужчины от наших славянских. Вот, я надеюсь, вам будет интересно смотреть. Это видео будет очень скоро. А пока мы здесь, в кафешке, вот, пьем вот такие вот штучки симпатичные. И здесь вот сразу все, типа, окно, и там набережная. Убер! Вот, увидимся скоро! Пока! Сегодня у меня муж не работает, и мы решили пойти в кино. И я сейчас заехала за мамой, заберу ее к нам, потому что маленький заснул. Я был дома, и мы с мужем собрались в кино. Так что возьму вас тоже с собой. Мы только что из кино вышли. Туда, как обычно, залетели уже во время рекламы, потому что опаздывали. Так что я не успела ничего снять. Но сейчас вот расскажу впечатления. У меня были на фильме «Стажер». Муж выбирал по моим заявкам. Я обычно люблю мелодрамы, комедии, что-то такое легкое. Вот. И там играет Роберт Девито и... Денир. Дени Девито, Роберт Денир. Я их путаю, короче. Вот, в общем, и Энн Хэтуэй. Мне нравятся эти актеры. И... Сюжет заключается в том, что... Роберт Денира. Он уже в пожилом возрасте, как вы знаете. И он устраивается стажером к Энн Хэтуэй в компанию, где все так по-молодежному. И там сначала показывают контраст между тем, как все делают люди старше. Пенсионеры и молодежь. В общем, смешно. Много смешных моментов. Но потом там подключается и о любви. И... Ну, короче, я не хочу пересказывать сюжет, потому что советую вам посмотреть его. Ну, реально очень классный фильм. Наверное, за последнее время, что мы были в кинотеатре, он мне понравился больше всего. Хотя, по всеродам мы не так часто бываем в кино. Но все же, он реально и трогает, я там и поплакала, и посмеялась классно. Ну, все, что, по моему впечатлению, должен совмещать хороший фильм. Вот, так что даже если не попадете в кино, то можете посмотреть дома. Очень советую к просмотру. Я заехала к своей подруге. И... Она моя кума, кстати. И... Хотела вам снять то, как она оформила коридор в их доме. То есть, это, ну, обычный многоэтажный дом. И вот сейчас я стою возле лифта. Ну, сразу скажу, что это все она сделала своими руками. У нее очень все круто получается оформлять. Там, экипаж, разные там штуки. И мало того, что дома у них, куча ее всяких поделок. И, кстати, на мою свадьбу она все оформляла, весь декор. И вот посмотрите, что она сделала здесь в коридоре. Это просто шедевр. Это засушенные такие розочки. Локая, типа стол. Здесь картина. Это лифт, видите, тоже так... Вот ободочек. И здесь вот такие штуки. Здесь тоже картина. Здесь вот клетка с попугаем. Это выходной балкон-дверь. Вот картина. Здесь, типа, комод. То есть, это все ее личная инициатива. Насколько все круто сделано, как здесь сейчас уютно. Я сейчас встретилась с Мариной. Вот она. Всем привет! Она не хочет сейчас долго показываться, потому что она как раз от косметолога. Ей там делали разные чистки, бьюти-процедуры. Вот, так что... Через пару дней, ребята. Через пару дней красавица будет. Вообще-вообще. Вот. И мы тут гуляем. Вышли вечерком. Муж остался с маленьким. А мы, наверное, зайдем еще в кафешку. Я так планирую. Вот. А сейчас с тобой куда идем. В общем, едите. Мы тут в кафешку зашли с Мариной. Едим Спартак-тортик. Должен быть очень вкусный. И имбирный чай. И, кстати, это, наверное, ближайшая к моему долу уютная кафешка. И начинается здесь вот такая выпечка. Классная мемпетерская. Сейчас можно сводить. Пусть в атаку, как я выпускаю. Сейчас как-то приблизить. Ага. Всякие красивые деколации. Патылок не очень красивый. Интересный. Патылок не очень красивый. Интересный. Да. Это вот очки Dior. Вот такие. Прикольные. И сумочка Hamilton Mini от Michael Kors. И эти покупки мне дались достаточно сложно. Сейчас расскажу почему. Я уже их жду примерно месяц, наверное. И меня прям гордость, знаете, берет за то, что все-таки они у меня сейчас. Ну, расскажу вам истории об этих покупочках. Чтобы вы поняли о чем я. В общем, вот эти очки я присмотрела. Ну, то есть, как присмотрела, заметила. Когда мы ехали в Турцию. То есть, в начале сентября. В Duty Free Киевском. У нас был ночной перелет. И времени там до посадки было еще около часа. Ну, и мы гуляли с мужем по Duty Free. Я, в принципе, не планировала себе очки. Просто, знаете, зашли там в магазин. Там разные брендовые такие прикольные очки. Можно все мерить. Ну, и я начала мерить. И перемирила там много всего. Но, в итоге, вот эти вот сели лучше всего. Но потом огласили нашу посадку. Мы быстренько их сфоткали. Ну, не знаю так. Просто на всякий случай. Ну, в смысле, вот здесь вот есть написана модель их. И вот это вот на бирке мы сфотографировали. Чтоб, типа, я могла их найти там где-то еще в Киеве. Вот. И уехали, улетели. То есть. И, в общем, потом... Ну, там, именно в магазине, мне они не сильно прям так понравились. Ну, очки как очки. Муж сказал, лучше всего сидят из тех, которые там я примеряла. В общем, но потом на отдыхе я о них только и думала. Мне они как-то так запали в душу. И мне уже показалось, что они сидят лучше всего. И что мне не хватает очков. Что обязательно нужны новые очки. Ну, знаете, как-то внушила себе, что все было классно. Вот чего мы их тогда не купили. А вы знаете, что в Duty Free можно покупать только, когда вы летаешь из этого города. То есть, по прилету вы не проходите в Duty Free. Ну, и мы не собирались куда-то еще лететь в ближайшее время. Так что, это как целый вызов для меня был найти эти очки. Сначала я начала искать в украинских интернет-магазинах. И именно вот этой модели почему-то не было. Не знаю, то ли она, может, какая-то прошлогодняя. Я не знаю. Вот. Дальше, ну, естественно, там посмотрела eBay, Amazon, в первую очередь, американские. Но там они стоили примерно столько же, как и в киевском Duty Free. А плюс же еще пришлось бы оплачивать доставку. В общем, потом, следующим этапом в поиске этих очков, у меня был поиск кого-то из знакомых, кто работает в аэропорту, которые могли бы зайти в Duty Free и купить для меня очки. В итоге я таки нашла ствердую С1, которая сейчас часто летает. Она сказала, без проблем, там, встретимся, дашь деньги, я тебе куплю. И там она летает чуть ли не три раза в неделю. Вот. И вот я уже начала выбирать для нее, ну, картинку этих очков, чтобы она вот точно их взяла. И зашла в очередной раз на один греческий сайт, на котором я уже видела эти очки. Но стоили они примерно столько же, как и в Duty Free, поэтому, ну, решила не покупать. А там смотрю, на них сейчас скидка 55% аж. И, естественно, я захотела их именно там купить. Тем более, там было написано, что доставляют они по Европе. Я сразу обрадовалась, заказала эти очки. Но, когда дошла до способа доставки, оказалось, что доставляют они все-таки только по Греции. Я начала писать им там в Instagram, Facebook, куда угодно на почту, на английском языке, чтобы они мне какими-то службами доставки отправили в Украину. Но они не отвечали. Тогда я не сдавалась. Естественно, знаете, если мне вот что-то приспичило, то мне нужно это сделать любым способом. Я найду какой-то вариант, чтобы это осуществить. В общем, я связалась со своими знакомыми в Греции. Это одна девочка, с которой я ходила в летнюю школу в Словению. Но, оказалось, она в Греции уже не живет. Вторая девочка из Айсика, которая училась в Греции. Короче, она тоже сейчас вроде как не там. И тогда я начала искать через интернет. Может, кто-то как-то доставлял. И в итоге я нашла компанию Smart Forward. Которые по типу Какс Америки доставляют товар. То есть, они дают адрес в Греции. Которые вы забиваете при покупке очков в интернет-магазине. Они их отправляют на тот адрес в Греции. А уже там со склада греческого та компания отправляет их по СНГ там конкретно. Ну, не в Украину. Я очень обрадовалась, что все-таки нашла эту компанию. Потому что вот есть из США таких просто миллион компаний, которые так делают. То в Европе достаточно сложно найти. И, кстати, эта компания не только из Греции доставляет. А из Англии, помню. Еще там нескольких стран. И сейчас они собираются расширяться. И Америку подключать. Еще какие-то. В общем. В общем. Я все-таки купила их. Туда мне их доставили. И оттуда переправили сюда, в Украину. Компании, по-моему, Mist Express. В общем, очень быстро они ко мне попали. И доставили прямо на дом. Представляете? И, короче, получается, я очень довольна этой покупочке. Потому что сэкономила половину стоимости. И это все оригинал. Здесь, вот посмотрите, как упаковано красиво. Там магазин, по-моему, Lux Optica называется. И там, кстати, если вы сейчас ищите очки, то там достаточно много скидок на разные брендовые такие очки. Вот. Все очень красиво сделано. Это такой вот чехол. Здесь, естественно, вот эти вот всякие штуки тоже. Диоровские. В общем, очень добротно. Видно, что оригинально, качественно. И, в общем, довольна я этими очками. Конечно, сейчас уже осень. Немножко не в тему. Но они такие светлые. Поэтому, я думаю, ничего страшного, если вот в солнечные дни их носить. Вот сегодня у нас как раз один из таких дней. Так что, буду пока носить их. Вот. Кстати, вы у меня спрашивали о том, как я доставляю из каких-то заграничных магазинов. Вот, в частности, из Америки. Но тогда я в Америке сама была и часто покупала. То есть, много чего купила и привезла. Либо мои друзья ездят в Америку и там могут привезти время от времени что-то. А вот из Греции, из других стран. Я оставлю ссылочку на вот эту компанию Smart Forwarding. Потому что, реально, вот только ее я нашла, которая доставляет по Европе. Так. Дальше. Вот эта сумочка. С ней тоже отдельная история. Надеюсь, вам, вы еще не устали от них. Короче, я достаточно давно хотела сумочку Michael Kors. Вот здесь бирочка вот эта вот их фирменная. И, как вы знаете, я люблю маленькие сумочки. И я давно хотела именно вот эту модель. Это Hamilton Mini Messenger. Вот. Потому что мне нравится, что она с вот этими ручками. Что редкость для таких совсем маленьких сумочек. Видите, она вот, ну, как моя ладонь практически. То есть, сюда поместится там телефон, права, ну, документы, ключи. Ну, и все. Ну, все самое необходимое. Я считаю, что чем меньше сумка, тем меньше ты всякого барахла с собой берешь. Заберешь только самое нужное. Потому что, если большая сумка, то ты заполнишь ее, там, чем угодно. Разными детскими вещами. И в итоге, будешь носить с собой пять килограмм. Непонятно чего. И все вроде как надо. А маленькая сумочка, исключая все лишнее. Детская идет в детскую сумку. А здесь вот только то, что нужно непосредственно. Ну, тем более, если на машине ездить, то как бы все можно оставить в машине. А брать с собой только, там, ну, документы, ключи, телефон, как я говорю. Так вот. Вот я хотела именно такую модель. Потому что здесь вот эти вот есть такие ручки. Она такая очень, как дюймовочка. Большая сумка, только вот в маленьком размере. И мне это очень нравилось. Но пока я дошла до того, чтобы ее купить. А опять же, в Турции я снова... Ну, я как-то хотела ее купить, но уже забыла об этом всем. Тем более, лето прошло. А я хотела именно белую сумку. И, в общем, в Турции, гуляя по магазинам, там миллион просто подделок под Michael Kors. Везде они продаются. И я снова вспомнила, что я же хотела эту сумочку. Но подделку не хотела. Хотела оригиналы. И, в общем, приехав домой, начала... Зашла на их сайт, думаю, закажу себе. Но оказалось, что такие сумки уже сняли с производства. Там уже есть разные другие сумки. И белого цвета достаточно мало. Потому что лето уже закончилось. И вот все другие сумки были вот без ручек. То есть там модели есть похожие, но без ручек. А мне же именно нужны ручки. Короче, получилось, что нужно было искать по каким-то другим интернет-магазинам, где остатки вот этих сумок остались. Вот я там посмотрела Nordstrom, зашла опять же на Amazon, на eBay. И вот разные цвета есть, яркие, ну красивые в принципе. Но вот именно белой нет. А у меня есть других цветов сумки, которые мне нужны. А вот белой у меня сумки нет. И, в общем, потом я нашла в Украине еще вот такие типа сумки. И уже чуть не купила одну тоже там белую. Но потом, как начиталась о подделках и увидела сразу вот на подделках вот этот вот ценник или как ярлычок. Он какого-то другого цвета, плюс упаковка другая, плюс там вот здесь вот в середине. Вот, не знаю, тут вряд ли будет видно. Короче, вот здесь вот есть такой номер сумки. Сейчас, с какой стороны. Ну, короче, он там есть. Ну и плюс вот эта вот отделка, вся фурнитура. И оказалось, что все сумки, которые были в Украине, это все подделка. А стоили они, ну, практически так, как оригинал. Так что у нас есть бутик в Украине Michael Kors в Ocean Plaza в Киеве. Но там уже тоже нет, потому что это старая коллекция. Короче, потом я узнала, уже чуть ли не отчаявшись, что сумочки это у меня не будет. Я узнала, что, оказывается, eBay есть не только в Америке, а и в Европе. То есть, европейские сайты. Если американский, там, eBay.com, то европейский, там, eBay, там, немецкий, D, там, английский, KUK, по-моему. Короче, я пересмотрела 27 европейских сайтов eBay. И на одном только из них увидела вот эту сумочку в белом цвете в Англии. Вот, и там девочка выставила ее... Она, кстати, выставила две маленьких сумочки новых от Michael Kors. Ей там их подарили. Но она решила их продать, потому что недавно родила. И говорит, что некуда их теперь носить. Ну, я промолчала, что я тоже молодая мама. А сама скупаю такие маленькие сумки. Ну, короче... Ладно, это я уже затянула эту историю. Короче, в конце концов, она ее выставила на аукцион. И там нужно было еще ждать несколько дней до того, как он закончился. И, типа, кто бы даст больше, тот изобрет сумку. Но я знала, что мне нужна эта сумка. Я ей написала сразу напрямую. Сколько ты за нее хочешь, давай сразу мне вышлешь. Ну, и она, в принципе, согласилась. Выслала ее по почте. И вот, спустя неделю примерно, она наконец у меня. И я безумно рада, что таки стала обладательницей вот этой сумочки. Белой, как я хотела. Hamilton mini. Очень нравится. Только я, кстати, думала, что вот эти вот ручки, они постоянно стоят вверх. Оказывается, нет. Ну, да ладно. Это уже такое. Детали. Вот. И сейчас я собираюсь на съемку одного совместного видео с еще одной мамочкой-блогером киевским Олей. Ник на YouTube Miss Lollipops Ideas. Вот. Мы снимем совместное видео одно. Тему пока не буду говорить. И, возможно, еще заставочки. И я с ней познакомлюсь вживую, потому что пока мы только так в чате общались в интернете. Так что жду не дождусь нашей встречи. Буду собираться готовиться. Брать какие-то вещи, которые понадобятся на съемке. Привезу сюда маму. И выгуляю, наконец, мои очки. Сумочку я уже одевала. Так что встретимся с вами чуть позже. Всем привет. Узнаете, кто сейчас со мной в кадре? Иди. Мне зовут Олей. Да. Я, кстати, уже рассказывала, что мы встречались. А, понятно. Да. И Оля Miss Lollipops Ideas. Да. Да. И вживую она еще приятнее, чем видео. Спасибо. Да. И Лизька тоже очень приятная девушка. Спасибо. Мы тут ходим по всему ботаническому саду. Ищем красивые локации для съемки видео. Так что скоро вас ждет что-то очень-очень интересное. Очень красиво. Да. Вот. Надеюсь. Очень красиво. Обязательно у нас получится. Не зря же мы так стараемся. Да. Ну все, делай что-то. О, давай. Никого нету. Ага. Можно давай еще раз, только я выше стану. Ну, чтобы как, не знаю, как лучше. Может прямо в камеру идти. Ой, куда ты упала? Ага. Ага. Вот мы уже пришли с нашей видеосъемки с Олей. Наконец-то. Да. Не прошло и полдня. А снимали мы... Четыре часа. Ужас просто. Вроде бы ничего так многое не снимали, да? Да. Мы все искали красивые места. Красивые места, да. Ну, в общем, все равно нам понравилось. Я надеюсь очень, что понравится и вам. Да. А мы уже будем ехать домой. Да. И я уже буду заканчивать, наверное, этот влог. Так что увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok